Министр обороны, так называемой Российской Федерации, Сергей Шойгу, в видео, недавно опубликованном пропагандистским агентством РИА Новости, рассказывает о планах деятельности до 2025 года, 2025 имеется в виду. Среди прочего, он говорит там следующее, что российская армия якобы продолжает наращивать боевую мощь, в частности, благодаря вниманию поставки современного оружия и совершенствованию подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Что бы это значило? Пообщаемся об этом с экспертом по вопросам национальной безопасности Иваном Варченко, который к нашему эфиру присоединяется. Иван, рады приветствовать. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Иван, вы как считаете, заявление Шойгу касается войны, развязанной Российской Федерацией против Украины? То есть они планируют до 2025-го воевать? Заявление Шойгу – это заявление, которое должно успокоить россиян на протяжении 2024 года. Им так кажется, что оно успокоит. Потому что от войны за три дня, от Украины, взятой за семь дней или за две недели, они вынуждены перейти к философии того, что война будет длительной. Это будет война на истощение западного мира, западного мира, который объединился против России, ну и, конечно же, Украины. И сейчас, понимая о том, какие волнения, какое недовольствие российского населения их, во-первых, уже преследует, и с какими предстоит встретиться в конце этого года, в следующем году, они начинают говорить о каких-то дедлайнах своих, например, 2025 год. Россиянин должен воспринимать это заявление как то, что в 2025 году настанет рай в отдельно взятой России, и Россия всех победит. Вот так именно это, наверное, воспринимается с большой долей вероятности теми, кто озвучивает подобные сюжеты. Они ожидают то, что у россиян будет меньше энтузиазма выходить на площади, протестовать против деятельности власти, но, по-моему, те сюжеты и тот распорядок дня, который сейчас диктует Украина, и украинские вооруженные силы, сила обороны Украины и украинская нация вместе с нашими партнерами для россиян, они не дают им большого места для маневров, и этот тезис, заданием которого стоит успокоить россиян, он, скорее всего, не сыграет. И в 2023 году им уже будет очень тяжело, а в 2024 год еще непонятно, настанет ли он для них в том статусе, в котором они сейчас пребывают. А как может измениться их статус? Ну, во-первых, мы видим разворачивание в России сериала по недовольствию разных-разных прошерков, как это? Верст. Да, верст населения. Да, которое принимает какое-то участие и, возможно, даже решающее участие в судьбе России. Я говорю, прежде всего, о российской элите, и я совершенно уверен, что история с Пригожиным еще не исчерпала себя. Она будет обязательно иметь продолжение. И этим продолжением обязательно будут действия относительно Путина. Мы уже об этом говорили. О том, что если российская воюющая часть, я не буду говорить, что это армия, там частные военные компании, да, воюющая братья российская с оружием в руках, если она просто сглотнет эту обиду, которую ей принес Путин, то грош ей цена, и это не по понятиям. Это по понятиям, знаете, позволяя себе говорить в терминологии, которая понятна россиянам, а это терминология злочинного свиту, да, преступного мира, это понятие терпил. То есть если они просто проглотнут то, что уничтожили Пригожина, то я не углубляю сейчас, что реально он убит или нет, в публичном пространстве он умер. И поэтому нужен какой-то ответ. Те, кто носят оружие, понимают, что Путин кто-кто, но точно не Путин должен был решать судьбу Пригожина. И поэтому, конечно же, ответа этого я с нетерпением жду. Я с нетерпением жду разворачивания, опять же, сюжетов, связанных с тем, а что скажет российский средний класс. Тот средний класс, который не экономический средний класс, а средний класс, который вырос коррупционно. Это те, кто были среди силовиков, ФСБ, судьи, прокуроры российские и остальные, опять же, братья с оружием в руках или где-то с полномочиями. Но та, которая утратила и часть своих полномочий, и главное, что большую часть своих прибылей коррупционных, особенно которые она получала, из более-менее действующей российской экономики. Сейчас российская экономика точно не имеет возможности платить им те коррупционные заработки, которые они имели. Понятно, что у них есть свой счет к Путину. Кроме того, они, конечно же, боятся, что они тоже пойдут в какой-то очереди воевать в Украину и там лягут за продолжение жизни Путина, политической жизни Путина, конечно же. Иван, как-то мы понимаем, что... Да, прошу прощения, как предыдущая информация по поводу Вагнера в том числе коррелируется с поступающими сообщениями о том, что Вагнер частично вернулся на фронт о поголовном подписании представителями этой псевдочастной военной компании с Минобороны Российской Федерации контрактов? Нет, то, что недобитые части Вагнера сейчас попали на фронт, это точно не усилит ни регулярную армию российскую. Они хотят в какой-то мере использовать этот опыт, а скорее даже не опыт, а имидж тех, которые умели воевать и умеют воевать. Но те остатки вагнеровцев, которые попали, это скорее всего те, которым не повезло. Им не повезло уехать в Африку, им не повезло уйти куда-то в отставку на России. И они опять попали на украинский фронт. И они уж точно знают, что отсюда дорога одна. Или быстро убежать, ну, две дороги, точнее. Или быстро убежать, или остаться здесь, в украинской земле, перегноем в украинских полях и посадках. Поэтому вряд ли они станут авторитетом для армейцев российских, которые, опять же, не воспринимают тактику мясных штурмов, которую практиковал в прошлом году Вагнер. Понятно, что для них это не является вершиной военного искусства. Понятно, что вагнеровцы не будут иметь авторитета среди регулярных войск. Но как-то их будут использовать. То есть, возможно, традиционно в виде пушечного мяса, но теперь уже под таким соусом патриотичным, что, ребята, вы же можете, умеете, покажите пример. Они покажут пример. Этот пример, конечно же, будет очередным примером того, как не надо воевать. И я совершенно уверен, что они не станут каким-то заметным фактором в российской армии сегодняшней, в украинской российской войне. А эти подразделения, они как раз, по вашему мнению, могут принимать участие в том самом походе, ну как это, взять ответ с российской власти за ликвидацию Пригожина или же других командиров. Куда они делись, вагнеровцы. То есть, одни постарались продолжить свою деятельность в совершенно спокойных африканских странах или еще кое-где, где они имеют свои экономические бизнес-интересы. Но и там они не будут иметь авторитета, поскольку они битые собаки. И понятно, что даже африканские, возможно, очень недалекие и несовершенные военные какие-то соединения, воюющие против вагнеровцев или с вагнеровцами вместе, они не будут питать никакого авторитета к этой прослойке, которая сейчас убежала к ним из украинской войны. То есть, из символа каких-то побед они превратились категорический символ поражения, страха. И только ненависть их будет, и презрение преследовать, я думаю, везде, где бы они ни находились. Тоже, да и еще часть вагнеровцев затаилась сейчас на России. Я не исключаю, что они попробуют повторить тот поход, который начался во время Пригожина. Ну, даже не поход, это скорее не поход. Это скорее будет участие в тех акциях, с позволения сказать, в бунтах, вооруженных восстаниях, вооруженном подполье антивластном или по переделу собственности и влияния. И они точно будут играть заметную роль. Вот там они, опять же, используют свой имидж, как те, кто имел опыт в войне и может с каким-то авторитетом в преступных группировках дальше работать. А преступные группировки сейчас будут иметь очень серьезную роль в переделе собственности, территорий, в борьбе за независимость отдельных территорий. Я думаю, это все та часть сериала, которую мы будем наблюдать. Поэтому, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, поэтому я и говорю, что в совершенно другом статусе может оказаться, во-первых, Путин. То есть не факт, что он выживет, доживет до 2024 года. Шойгу тоже не сильные позиции сейчас имеют. И они не стали сильнее после того, как они убирают вроде бы своих конкурентов. Я говорю в этом же, в этом ряду говорю в том числе о Кадырове. А Кадыров, кстати, сегодня встретился, по-моему, с Путиным, дабы показать, что он живее всех живых. По-вашему, к чему эта встреча была? Именно к тому, чтобы показать, что он живее всех живых. То, что вопрос о том, что он глубоко больной человек, в физическом смысле, не говоря уже о всех остальных, это очевидно. И поэтому, конечно же, имеют основания те вопросы к нему по здоровью, те, которые ставят там и врачи, и какие-то его приближенные, и оппозиция чеченская. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что здоровый человек, он выглядит не так. И для того, чтобы показать, что живее всех живых, вот это нужно было, этот акт присутствия вместе где-то, улыбки и рукопожатия. Ну, то есть, для виду, получается. Чего не скажешь о визите генсека ООН, Йенса Столтенберга, в украинскую столицу, который сегодня состоялся. Иван, дайте, пожалуйста, оценку этому событию. Знаете, оценку можно давать событиям, которые несут за себя первое оружие, второе технологии и третье деньги. Сейчас можно говорить, что это визиты пока что без дополнительных масштабных анонсов. Мы понимаем, что генеральный секретарь НАТО, для того, чтобы держать руку на пульсе, он должен работать тесно с нашей страной, понимая, что она сейчас на острие, опять же, решения тех вопросов цивилизационного развития, и которыми занималась в том числе НАТО. И мы понимаем, что он, как друг Украины, скорее всего, усилит наши переговорные позиции, в том числе по бюджету на следующий год, по военному бюджету, по вооружениям. То есть, кроме того, что сказано в публичном пространстве, я понимаю, что они, конечно же, вели разговор о том, какие сейчас вызовы в этой войне, какие новые технологии используются, и в какую сторону нужно направить сейчас и интеллектуальные усилия, и финансовые, и организационные, для того, чтобы, опять же, сделать сильнее украинские военные позиции, прежде всего. Поэтому я ожидаю, что этот визит будет иметь дальше хорошее, позитивное решение в виде, опять же, очередного Рамштайна, очередной работы, домашней работы стран наших партнеров по вооружению Украины. Ну и уже было заявлено о том, что будет рассмотрена доставка больше ПВО для защиты инфраструктурных объектов энергетических. Иван, спасибо вам большое за то, что присоединялись к нашему эфиру. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok